Всем привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию небольшой обзор умной колонки от компании Амазон. Это третье поколение умного динамика от Амазон. Данный девайс обладает встроенным голосовым помощником Alexa, имеет более мощный звук в сравнении с ее предшественниками и обновленный дизайн, а также может работать в паре с еще одним Echo Dot 3 обеспечивая стереозвучание. Далее в видео я это продемонстрирую. Если сравнивать ее с предыдущей моделью, громкость звучания Echo Dot 3 увеличилась на целых 70%, что существенно улучшило отклик голосового помощника, сделав ее более четким и ясным. Для прослушивания музыки, как и прежде, рекомендуется использовать внешние беспроводные или подключаемые через 3,5 мм выход динамики. Голосовой помощник Alexa способен услышать вас с любого уголка комнаты, благодаря четырем чувствительным микрофонам с дальним полем. С его помощью вы можете слушать музыку, звонить и отправлять сообщения. Также по запросу Alexa расскажет вам свежие новости, погоду, курс валют и многое другое. Еще данный девайс обладает очень полезной функцией – это контроль всех совместимых устройств умного дома. К примеру, вы можете включить свет не вставая с дивана, можно управлять климатом в помещении или же заварить себе кофе. Динамик имеет довольно привлекательный вид. Он выполнен в виде цилиндра с закругленными по периметру края, а также отделан тканью. На верхней панели, как видите, остались четыре кнопки управления и светодиодное кольцо, как и в предыдущей модели. Это две кнопки регулировки громкости, клавиша отключения микрофона и кнопка действия для вызова Alexa. Световое кольцо загорается, когда вы скажете Alexa, сообщая вам, что устройство слушает ваши инструкции. В задней ее части расположены два разъема – один проприетарный порк питания и 3,5 мм аудиовыход, с помощью которого можно подключить дополнительные внешние динамики. Тоже можно сделать и с помощью Bluetooth. Ну что же, давайте включим и посмотрим, как она работает. Для этого нужно подсоединить провод питания и включить ее в сеть. При первом запуске вы услышите, что нужно скачать приложение на телефон. И да, я забыл упомянуть об одном очень существенном недостатке – она разговаривает на английском, также имеет поддержку японского, французского и немецкого языков. Русских, к сожалению, на данный момент не поддерживается. Приложение Alexa можно скачать с маркета. Связать телефон с колонкой нетрудно. При первом запуске вам нужно будет указать логин и пароль учетной записи Амазона. И только после ввода вы попадете в меню программы и сможете связать колонку со смартфоном. Подключите устройство Echo к электрической розетке. Индикатор сначала загорится синим, а потом станет оранжевым. В приложении Alexa перейдите в раздел «Устройство – Devices», нажмите значок «Плюс» и выберите пункт «Добавить устройство Амазон Эхо – Echo Dot» и здесь кликните по вашей модели. Подключите устройство Echo к сети Wi-Fi, следуя инструкциям, приведенным приложением. Вот и все, теперь вы можете разговаривать с Alexa. Echo Dot 3 может играть роль центрального контроллера системы «Умного дома» со встроенным голосовым помощником Alexa. С помощью такого гаджета можно управлять климатом в помещении, термостатами и кондиционерами, умными лампами и розетками, теле- и аудиосистемами. Можно даже дать команду открыть гаражные ворота, пока вы обуваетесь в коридоре. Интегрироваться со смарт-колонкой могут устройства производителей Wing, Vivint, Philips и множество других брендов. Список совместимых устройств для удаленного управления всегда можно найти на официальном сайте Amazon. Ссылка будет в описании. С помощью голосового помощника, отзывающегося на обращение Alexa, Amazon или Echo, можно планировать список задач и покупок. Устройству будет доступно и содержимое вашего Google календаря. Он может проигрывать музыку через сервисы Amazon Music, Pandora, TuneIn или Spotify. При подключении смартфона станут доступны Apple Music или Google Play Music. Alexa даже сможет прочитать вам аудиокнигу. Amazon Echo Dot 3 взаимодействует с пользователем посредством голоса. Правда весьма ограничено. То есть полноценно поговорить с колонкой не получится. Но вот узнать прогноз погоды или информацию о загруженности дорог запросто. Не составить для девайса труда и завести для вас утренний будильник. Стоит отметить, что основной базой знаний для Echo Dot 3 является Википедия. Так что в какой-то мере колонку и правда можно назвать умной. Помимо всего этого гаджет может похвастаться еще одной особенностью – облачным управлением. Все ваши голосовые запросы обрабатываются на серверах Amazon и это дает конечному пользователю ряд преимуществ. Во-первых, сторонние компании могут легко интегрироваться в Echo Dot. Никаких обновлений, прошивки для этого не понадобится. Благодаря Alexa Skills Kit с каждым днем все больше и услуг различных компаний и разработчиков доступно для владельцев смарт-колонок. Во-вторых, колонка постоянно учится вас понимать, ведь образцы голоса старательно анализируются и уже через несколько недель гаджет сумеет выполнять ваши запросы буквально с полуслова. И в-третьих, при замене смарт-колонки, например, если вы решили сменить Dot на Amazon Tab, вам не придется обучать ее с нуля. Это заслуга все того же облачного сервиса. Отметим также, что Echo Dot 3 может работать в тандеме с такой же колонкой или несколькими колонками, например, для того, чтобы расставить их в разных комнатах или использовать как стерео устройство. Для этого перейдите в меню Devices и здесь нажмите плюс. Выберите Add Stereo Pair Subwoofer или Add Multirum Music Speaker для вещания в разных комнатах. Continue. Отметьте вторую колонку и нажмите Next. Затем установите значение для колонки правая или левая и нажмите Next. Теперь нужно дождаться окончания процесса подключения динамиков. Вот и все, вы получили стереопару из двух динамиков. Если у вас колонки находятся в разных комнатах, вы можете включить воспроизведение своего голоса из одной комнаты в другую, просто попросив об этом алексу. Echo Dot 3 также имеет возможность звонить другим людям, которые используют устройство Echo или приложение Amazon Alexa. Ну что же, посмотрим её в действии. Alexa, how are you? I'm Grilly Hood. Oops, I meant to say really good. Guess I've been saying too many tongue twisters. Alexa, who do you love? I think Igor Selva and I would pair up quite nicely. He's a DJ, and I play music for people all the time. His voice is amazing, and I've been told my voice is my best asset. And we're both A-list actors. Well, at least my name starts with an A. It's a match made in heaven. Or at least in the cloud. Alexa, Wikipedia, Great Britain. Here's the Wikipedia article on Great Britain. Great Britain is an island in the North Atlantic Ocean off the northwest coast of continental Europe with an area of 209,331 square kilometers. It is the largest of the British Isles, the largest European island, and the ninth largest island in the world. In 2011, Great Britain had a population of about 61 million people, making it the world's most popular island. Стоп. Как я и говорил ранее, с её помощью можно выключить свет. Alexa, Turn off the light. Sorry, I didn't find a device named Light. Как вы могли слышать, Alexa не нашла соответствующих устройств, так как у меня не установлены умные лампы. С её помощью можно слушать, к примеру, вашу любимую радиостанцию. Alexa, PlayKiss FM. Alexa, Stop. Слушать новости, Alexa. What news in the world? Here's your news. In NPR News. Live from NPR News in Washington. Alexa. Stop. Узнать погоду за окном. Alexa. What is weather in London? In London, United Kingdom, it's 51 degrees Fahrenheit with clear skies and sun. Today, you can look for intermittent clouds. Alexa, Stop. Звонить, отправлять сообщения и воспроизводить их. Пользователь, которому вы хотите позвонить, должен быть зарегистрирован на Амазоне и у него должна быть такая же колонка. Некоторые магазины с новым поколением колонки Amazon и Hadot предлагают дополнительно приобрести пульт дистанционного управления для девайса, умную цветную лампу и интеллектуальную розетку Amazon Smart Plug. Теперь давайте рассмотрим все достоинства и недостатки данной колонки. Помимо лаконичного внешнего вида и компактных размеров, устройство оснащено самим современным беспроводным интерфейсом Bluetooth 4.0 и двухдиапазонным Wi-Fi. Все направленные микрофоны с функцией активного шумоподавления можно и правду назвать отменными. Будьте уверены, колонка услышит и распознает ваш голос даже во время проигрывания музыки и даже если рядом громко работает телевизор. Управляет всем ARM процессор Cortex A8 в паре с 256 мегабайтами ОЗУ и 4 гигабайтами флеш-памяти. Довольно скромно скажите вы? Возможно, но для устройства стоимостью до 50$ это вполне допустимо. Причем, такие характеристики вовсе не сказываются на скорости работы колонки. Она очень быстрая, Echo Dot не имеет встроенного аккумулятора и питается исключительно от сети. С одной стороны, для стандартного устройства это и не важно, но и с собой, как говорится, не понусишь. К тому же место установки смарт-колонки будет диктовать близость розеток. Существующих для многих минус это хранение образцов речи на серверах Amazon. Хотя компании заявляют, что используют их только для улучшения распознавания голоса, особо мнительные пользователи. Спать спокойно в доме с Олексой просто не смогут. Остается открытым также и вопрос локализации. Разговаривать с голосовым помощником пока что можно только на английском, немецком и японском языках. Да и сервисы от Amazon в нашей стране особого развития пока не получили. Как вариант, рассматривать Echo Dot на сегодняшний день можно. И со стороны обучения иностранным языкам. Хотели выучить японский, а вот вам и персональный ассистент и приятный собеседник. В заключении можно сказать, что в данный момент для нашей страны колонка от Amazon предоставляет собой по большей части развлекательный гаджет, но с большим потенциалом. Очень вероятно, что спустя каких-то 5 лет подобное устройство уже будет стоять в каждом доме. А пока с данным гаджетом вы можете подготовить себя к технологиям будущего сегодня. Потренироваться так сказать. Впрочем, если английский для вас не преграда, вы вполне можете выбрать Echo Dot как базовый контроллер в системе умного дома или же как персонального ассистента, который и про гном с погоды расскажет и о запланированных делах на завтра напомню. Большинству остальных пользователей остается только ждать, когда Alexa научится русскому языку и когда же сервисы Amazon наконец наградут и в нашу страну. А на этом все, надеюсь вам было интересно данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.